Микс Ньюс Гость в студии Здравствуй, милый человек. Проходи, гостем будешь. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем. Гость в студии Экономист Янис Почин, а студии. Доброе утро. Доброе утро. Ну мы уже, да, как Олег сказал, что итоги подводим уже потихоньку и всех наших гостей, спрашиваем уже последние дни самые запоминающиеся события этого года, наверное, каждого в своей сфере, вас тоже, наверное, в вашей сфере, в экономике. Что вам запомнилось? Какое самое яркое событие? В плохом, хорошем ли смысле? Ну, если взять в целом, чисто экономическом плане, естественно, это принятие нового государственного бюджета в следующем году. Это такое, которое, наверное, оставит свой отпечаток на всю нашу ближайшую будущность. Ну, естественно, очень незимная погода, это тоже как-то характерно. Ну, характерно и то, что я только что отпраздновал День рождения. Мы знаем, что 19 декабря у нас было. Как сказать, цифру. Юбилей. Да, юбилей. И самое прекрасное, я думаю, то, что вот сегодня уже начался солнцеворот, да? Салгрежи, как говорится, в Латвии. И это значит, что каждый следующий день будет длиннее, будет, наверное, светлее, и улучшится наше душевное состояние в связи с этим. Это правда, да, вчера самый короткий день был в этом году, так что теперь только со знаком плюс, теперь длиннее и длиннее. Напомню, телефон напрямого эфира 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9 и номер ватсапа 2-3-0-6-1-9-1. Можете писать нам свои сообщения, если руки у вас свободны, вы не за рулем находите. Пишите, мы обязательно зададим все вопросы, которые вы задаете. Пока вот, наверное, вы уже упомянули бюджет, вот как одно из таких глобальных действительно событий, вот насколько, как вы считаете, эти поправки к уже принятому бюджету, насколько, ну вот это событие тоже для многих имеет значение, я понимаю, что и для медиков, и для учителей это очень большое имеет значение, что сначала вроде бы принят один бюджет, а затем в него внесены изменения, неприятные для них. Знаете, это в цифрах, по моему соображению, ничего не выражает. Самое главное, что было в этом году при принятии бюджета, очень, как сказать, взаимно исключающие политические решения, ну, например, в разных партиях и в коалиции, не говоря вообще о оппозиции, да. Ну, приняли сначала закон, повысим заработную плату медикам, учителям и все прочее. А когда подходит к кошельку, оказывается, а денег-то нету, и по всяким экспертизам и не так много прибудет, как сказать, на расчет развития экономики, да, и невозможно дать. А амбиции, которые ставили отдельные партии в коалиции, были ужасны. Ну, это, я думаю, только, чтобы, как сказать, поднимать свой рейтинг. Вот мы сказали, а потом Кабинет Министров это все обрезал. Ну, когда они тогда все голосовали, они тоже поняли, что это заранее принятые решения политические, да, о них нельзя выполнить, нельзя выполнить. И, на мой взгляд, это то, что в государстве нету одного центрального, как сказать, института планирования, который планировал развитие народного хозяйства пятилетки, десятилетки, двадцатилетки. Есть какие-то европейские, есть еще какие-то условия, постановки, но такого центрального, который сказал, вот, это мы можем, это мы не можем, если мы пойдем по такой дороге, мы это выполним, если не пойдем по этой дороге, не выполним. А то получается, одно министерство обещает, другая тоже обещает, четвертая обещает, а потом говорит, да, но если мы там в социальное обеспечение, в медицине не будет. В медицине не будет просто, и все ясно. Но это надо было сказать уже тогда, когда этот кабинет, ну, он, как сказать, все-таки новый кабинет, да, он впервые, прошлый бюджет был, это, ну, как они говорят, технический бюджет, потому что очень поздно был принят и все прочее, а новый бюджет, это надо было сделать, и не надо было обещать. Ну, сначала обещали. Как вы могли не обещать, это знаменитая фраза полиции. Да, просто, да, могли не обещать. Ну, вот это, который Репши говорил, ну, как мы не можем обещать? Они хотели поднять свой рейтинг. А сейчас, на мой взгляд, в моих глазах, многие партии, я не буду их называть, у них рейтинг упал в моих глазах. И все. И тут говорить о цифрах нет смысла, я думаю. Не только в ваших глазах упали рейтинги, это мы знаем. Ну, это общественность все это так и воспринимает. Видят и замечают. Мы знаем, что история не терпится слагательного наклонения, но все-таки вот вы сказали, что не надо было обещать, но раз уж обещали, можно ли было найти где-то деньги для того, чтобы все-таки выполнить эти обещания вот сейчас уже в тех условиях, которые у нас есть. Не знаю, ну, как всегда у нас есть борьба, говорят, что вот можно там танки не покупать, а дать на медиков. Ну, вот какие-то можно было найти? Знаете, это танки покупать, это сколько там издали за танки? Сколько там, скажем, вот сейчас партии себя обеспечили бюджетным доходом? Если посчитать на душу население, это 0-0 штрун с десятых. Там ничего не получается. Единственный, на мой взгляд, источник, который вот, ну, ну, все, можем, это займы. А с другой стороны, народ кричит, да, видите, в государстве такой взаимный долг, да, и что мы потом, как наши дети, наши внуки это вернёт, да, кредиторам, да. Другого нету. Есть инвестиции, которые создали бы место производства, место производства, и чтобы мы получали прибавочную стоимость, более, да. Естественно, если мы продавали не зерно за границей, а муку, уже прибавочная стоимость увеличилась бы. Но мы это не делаем. Также там есть сельскохозяйственные продукты, которые мы могли, как сказать, продавать уже в обработанном виде. Нет, мы продаём сырьё, мы продаём сырьё. И вот это всё так. Но с другой стороны, если мы прибавляем инвестиции, приходят инвестиции, особенно в тех отраслях, которые уже тут развиты, что получается, уменьшается место работы. Потому что я инвестирую, чтобы мои деньги были более, как сказать, ну, прибыль приносящие, это значит, я сокращаю рабочие места. И с другой стороны, значит, нам надо столько инвестиций в разных отраслях, чтобы эти, которые отпадают уже, рабочая сила, да, она могла там идти, работать и... Подождите, а вот я не понял. С одной стороны, все ведь говорят, что инвестиции должны, наоборот, создавать рабочие места, а вы говорите, что они сокращают. Возьмём элементарное сельское хозяйство. В советское время 5% тогда было это, как сказать, национальный доход называли, да, производилось в сельском хозяйстве. Да. Трактор, если он делал пашню, 8,5 гекторов за день, за 7 часов, да. Сегодня за 7 часов при данной технологии, при данной технике, когда одновременно производится на поле 5, 6, 7 операций с распашки до посева, да, значит, о чём речь? О чём речь? И сейчас я не смотрел последние данные, сколько же работающих в сельском хозяйстве. Ну, их намного меньше. И там, если мы в начале 90-х годов, там, я не знаю, какие-то международные, там, Дончане или Голландия, да, они говорили, ой, не надо хозяйства больше, чтобы 30, ну, 40, ну, ладно, до 100 гекторов. Институты экономики кричали, мы все голоса, сельскохозяйственники, я работал тогда в сельскохозяйственном отделе, да, что 100 гекторов – это нужно как минимум, потому что даже старая Нива, комбайн, был рентабельный только при 100 гекторов пашни посевов. Если нет 100 гекторов, да, ну, потом, ладно, 200 гекторов, сейчас сколько хочешь. И уже тысячи гекторов есть у предпринимателей сельскохозяйственных, у меня знакомый, там, у него 360 уже он обрабатывает, он говорит, ещё надо было какую-то сотню достать, да. Вот в чём наше дело. А если возьмём промышленность, один элементарный пример, когда нынешний Трамп приходил к власти в Америке, он сказал вот так, японцы, Тойота, по-моему, это было, они захотели строить автобомбильный завод в Мексике, рядом с границей. Ну, почему? Потому что там более дешёвая рабочая сила, естественно. Ну, Трамп сказал, если так, мы поставим такую таможенную, что вам не рентабельно будет. Они подумали, почесались и сказали, ладно, мы будем строить в Америке. Вкладываем 600 миллионов долларов и создаём 400 рабочих мест. Посчитайте, сколько надо миллионов, чтобы создать одно рабочее место. А как вы думаете, в Латвии иначе? Во многих технологиях, в многих отраслях мы идём вперёд к Западу. Ну, с китайцем там по объёму нам не сравниматься, да? Ну, всё равно, да? И так что, вот видите, вот это, 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 то место, где инвестиции, они нужны. Но эти 400 рабочих при 600 миллионов должны быть не с такой толщиной лоба, а с такой толщиной лоба, да? Так что, видите, тут это инвестиции, инвестиции. Ещё один пример. В Огрском районе, на границе Икштилы, там, Огро, Икштилы, город, да, хотели построить завод «Каменный в ад». Ну, для строительства, да, элементарно. Народ пришёл, проголосовал, нам не нужен этот завод. Совершенно без, как сказать, там, никаких насорений природы, там ничего нет. Это камень, который издробляется, ну, там пыль, на эту пыль тоже, ту же вату пойдёт, да? Ещё пример. А почему они отказались? Потому что, может быть, там шум будет, может быть, там что-то ещё, знаете как? Ну, привычную студию, и жизнь разрушена. Ещё один пример. Сейчас региональная территориальная компания идёт. Реформа, да, говорим о ней. Валкский район, Валка. В 1999 году, в 1999-1998 году, в нашем институте, в моём управлении, разрабатывали региональное территориальное управление. Это на районном уровне. И тогда у нас, ну, цель была, сколько районов? 26 плюс 7 городов, государственных городов, как, да, или меньше, или больше. И мы доказали, что 26 районов, эти 7 городов, очень хорошее состояние. Потому что расстояние, диаметр этого такой управленческой единицы не должен быть более 60 километров диаметром. Математическими методами, да, это всё было доказано. И потому что, иначе, тот, которому делается эта услуга, государственная или самоуправленческая услуга, она меня недостижима. И в то время, ещё когда, ещё общественный транспорт шёл намного лучше, чем сегодня. Ну, ладно, сегодня там частные машины, все езжают там. Но всё равно, если из деревни надо попасть в больницу, или предпринимательское, это, ну, регистри предпринимательство, или в ВАОС цене, я могу сказать, государственные доходы, служба, да, это надо. Сколько там километров? А сейчас, представляете, где находятся Саукрасты, и где находится Тамсея. Такое расстояние. А где будет центр Адажи? Ну, извините. Про территориальную реформу, да, это тоже одна из новостей, ярких событий этого года. И ездил министр регионального развития Пуца по регионам, сёлам и деревням. И было принято решение создать 36 самоуправлений вместо нынешних 119. Тоже вот разные мнения были. Вы, как уже упомянули, что когда вы работали в Институте экономики, как раз-таки участвовали в разработке вот этой системы управления. Тут это не так. Сегодня идёт на что? Идёт переворот в самоуправленческом уровне. То есть на уровне волости. На уровне волости. О, слишком маленькие волости. Там никаких услуг нельзя сделать. Мы уже тогда сказали, что главное не в волостях, потому что есть финансово уравняющая система в Латвии разработана где-то там Рига 60%, Венспилс 10% и ещё там какие-то мелочёвки, которые заносят в этот бюджет свои деньги, да? Ну, тогда на уровне районов, тогдашнего района, были районы, то есть сразу целые территории, где были четыре государственные, ну, как сказать, учреждения разные, там медицина, учеба и всё прочее, да? А были районы, где было 11? 11, да? И естественно, такой районный центр, он был, а там ещё и суд, и прокуратура, и архивы, и всё это, это же надо где-то было размещать более равномерно, да? И тогда это уже было проблемой. Это уже было. Кто тогда будет управлять вот этой системой? Этой государственной системой территории какой-то области, региону какого-то? Кто? Никто. Каждое министерство по-своему. Я это уже говорил, что вот нету такого единого мнения, ну, как же мы? А сейчас больницы укротили, учебные заведения укротили, и что там ещё только не укротили. А как же? А тогда мы предлагали так. Ага, на районном. В то время было так. Так, районное самоуправление, так называемое, было создано из, ну, меров каждой волости. И эти меры каждой волости выбирали своего начальника и обсуждали. Естественно, были споры, были там так, так, так. Но это было только на то, что, как распределить вот это самоуправленческие услуги, скажем. Ну, там была большая эстрада в Мадонне, да. В Янклснове такой эстрады не было. Ну, для праздника песни и танца или каких-то других мероприятий, да. Были большие стадионы, там, в центрах, в городах, да. В Волостях таких стадионов не было, да. И, ну, вот такие, ну, там, больницы или большая поликлиника и всё. Это тоже было уже более-менее в этих районных центрах, да. И, ну, этот районный совет, во-первых, не получал денег, чтобы для того, чтобы содержать культуру на районном уровне, был тогда представитель, ну, комиссарник, комиссар, да, из культуры министерства в каждом районе. Этого сняли. Значит, всё осталось на каком-то самодеятельном уровне. Что там, как активно будет, так и всё продумывать. Самим продумывать. Да, самим продумывать. Надо всем бороться. И тогда мы говорили, вот, ладно, мера района выбирает в общественных, общих, всеобщих выборах. И все 26 меров плюс 7 меров города составляют нижнюю палату у Сейма. И вот если пройдёт через эту нижнюю палату бюджет, он поступает на верхнем уровне. Не пройдёт, ку-ку, делайте кабинет министров новый бюджет. То есть, совсем от народа. Ну, тогда... Да, да. А сейчас, кто заменяет вот эту районного уровня, скажем так, нижнюю палату? Общество, самоуправление, Латвия, Спашалдейбсавианим. А кто, что это за учреждение? Это, как сказать, там, председатели властей, да, собрались там, ну, из бюджетика своего откинули денежки и принимает, в принципе, какие-то решения, которые по нашему уже незаконному, потому что в Конституции нашей не записано, что вот это Пашалдейбсавианима, да, она какой-то имеет голос государственного, вот только профсоюзы, вот это Пашалдейбсавианима, вот это те, которые есть главные оппоненты у Кабинета министров, да? Так что видеть этих проблем тут у нас по горло. Какие главные риски вот этой реформы самоуправления? Что у нас? Начнут вымирать сёла, люди начнут переезжать в крупные города. Какие вы видите, вот конкретно, если говорить про то, чем эта реформа плоха, а какие конкретно экономические, ну, вот, возможно, риски для нас? В принципе, если мы говорим, и главная стратегия у нас, более-менее выровнять жителей и так по всей территории. Более-менее. Сейчас меня господин Пуцик говорит, мы будем создавать центр развития. Знаете, раньше бароны, когда были ещё, да, у них что было? Поместье, центр развития. Что там было? Церковь, корчма, потом пивоварня, спиртзавод, да, и вот был центр развития. Естественно, главное было сельское хозяйство. Там молочная переработка или что-нибудь. Вот это центр развития для его поместья. У него было, как сказать, крестьяне, и он делал центр развития. Что сейчас будет? Какой центр развития? Что это вообще за понятие, центр развития? Там будет место работы, и все будут развиваться кругом. Ну, вот вы тут тоже умные люди, вот меня ответьте. Что это такое за понятие, экономическое понятие, центр развития? В Сауспилсе больше центр развития, чем там, может быть, в Икштиле. Потому что точно Икштиле – это спальный вагон, а в Сауспилсе там гидроэлектростанция, там есть эти самые логистические центры, там еще некоторые институты исследований. Вот это более-менее. Да? А есть у нас спальные районы. Ну, Марупе. Там же это такая огромная территория, спальный район. Рига кричат. Они все работают в Риге, а нам ничего не отпадает. Извините. Если вы пол Риги обеспечиваете бесплатный проезд в общественном транспорте, у вас нету бюджета. Нету бюджета. А партия, которая управляет себя, украшает лички. Вот мы там боремся. А почему? Я тоже работал 40 лет, отработал в Академии наук. Сколько я прибалочной стоимости принес государству целом, да? А мне нет, мне два с чем-то. Надо платить за проезд. Да? С какой стати? Вот тут у нас вот эти разные, на разных уровнях, разные вот противоречия и решения очень взаимно исключающие, конкурирующие, если так еще говорить. Да? И вот когда мы сопоставим более неконкурирующие, ровные, да, взаимно продвигающие, этот взаимно суммирный вектор развития народного хозяйства, все будет. Сейчас укоротили число школ. В 2009 году, когда проходило вот это, из 500 самоуправлений перешли на 100, да? Да. Уже появилась проблема. У ребенка за день до школы и обратно надо проехать 70 километров. Андрес Яунслейн, председатель тогда общества самоуправлений и говорил, 70 километров некоторых. Ну, когда же этот ребенок может учиться или отдохнуть или что-нибудь сделать? А что это? Сейчас не происходит? Происходит. Сколько это денег? Во-вторых, это деньги, они говорят, ну, там самоуправление обеспечит вот этот транспорт. А я как? Как дедушка, как родитель должен обеспечить пальто, еду, пару евриков, ему хорошую обувь и все прочее и прочее. А что это, мне государство даст? Не даст. Это уже на моих плечах лежит. Да? И вот насчет этого, эта вся реформа, с одной стороны, быть-то. Ну, за это надо платить. Я с... Мне первое пальто было. Я пошел в Ригу учиться в среднюю школу. Ну, это было для сельских парней, девушек, там, вторая школа интернат, там, где Юрмал, сгад, 74-76, какое-то сейчас это педагогическое училище. Мы там изучали математику, физику, так же, как в первой гимназии. Да? И тогда у меня первое пальто появилось. А у меня школа была через дорогу, ну, 60 метров. Да? То есть, можно было выскочить? Да, вот выскочил в пенчаке и пошел. Без лишних расходов. Без лишних расходов. И обедать мы шли домой. Ну, были там, как сказать, общие там обеды до столовой. Не было столовой? Не было? Нет. Было просто или там родители платили какие деньги, или те, которые были социально менее обеспечены, был свободный обед. Да? Шли в специальные, как сказать, там было помещение, как сказать, трапезная. и там все преподавали нам, делали обеды, все. Если про экономику мы еще поговорим в целом, что ждет Латвия в ближайшем будущем? У нас есть целый представитель в Еврокомиссии, это господин Домбровский, бывший премьер, и вообще про зеленую энергию сейчас много говорят, и вот он сказал, что зеленая экономика позволит Латвии создать много рабочих мест. Что вы об этом можете сказать? Просмеяться ему в лицо, судя по всему. Ну, я вам только что говорил, да? Ну, ладно, поставим мы сейчас экологическое добытие энергии, это там будет крутиться, вертеться где-то там вдоль берега моря и все прочее, да? Это инвестиции. А сколько управляющих надо, чтобы регулировать, вот как тут радиостудия, да, там сотню или двадцать или две сотни этих пропеллеров. Ну, один человек там будет сидеть, так же, как сейчас центр Латвенерго, там есть диспетчеры, которые смотрят, как там ток бежит, по которым линиям, все, один-два человека. Не сотни рабочих мест. Ну, не сотни рабочих мест, не будет под каждым пропеллером сидеть один. Это не будет. Ладно, мы будем добывать. У нас в Латвии, по сравнению с Европой, так уже очень великий удельный вес вот этой природной, как сказать, энергии, не из, как сказать, добывающих нефти или газа или все прочее. Мы зеленые страны считаем. У нас гидроэлектростанции, и мы производим. И мы производим. Ну, сейчас еще штелда, это, как сказать, опилки, да, деревянное, местное, местное, как сказать, сырье, и мы производим тогда тоже тепло, или там электроэнергия, и все прочее. Так что это, знаете, это обещание, обещание. Вот построили бы там в Алкском районе, где хотели построить курятник для производства яиц там на 2 миллиона, 200 миллионов или сколько там яиц за год хотели. Валка сказала, нет, у нас не надо. Но иногда надо против людей в таком смысле идти и построить там, где даже если люди против, все равно вы построите, вот вы говорили про стеклоатный. надо, обязательно. Потому что, вот скажем, мой брат инженер, да, он работал в Гриндексе. Ну, запахи, вредные запахи. Он говорит, ха, это все чепуха. Выкопал яму, насыпал торфом, ну, естественно, там должна быть какая-то кубатура, и через этот торф пропускаешь все запахи, и они на воздух свободный не выходят. и все. Дороться с этим можно, а экономика растет. Естественно, экономика растет, так что, это или там свинарники, или что-то такое. Это, в принципе, тогда предприниматель не до конца сделал все мероприятия, которые, вот, удалили там запах, удалили там навоз жидкую там консистенцию или что-нибудь, да? Ну, а для людей, получается, тоже для них важнее, грубо говоря, свежий воздух, чем рабочее место и возможность заработать. Или лень, или что это? Почему? Знаете, сколько раз вот вы, присутствующий, выезжаете за границей? Бывает. Раз в год. Раз в год. Да, может быть. Да. Сколько там некоторый может съехать, поехать где-то за границей на свежем воздухе, отдохнуть и набраться сил. в таком смысле, да? Если посмотреть, какая толпа едет за границей ежегодно, зимой, летом, несмотря на никакие, как сказать, погодные какие-то условия, это говорит о том, что если работаю, у меня есть деньги, и я это могу сделать. Но, ну, потом, вот этот уровень бедности, или, как сказать, да, ну, я тоже из тех, которые проработал в советское время и 40 лет уже, ну, не 40, там, уже с 90-го года до 20 лет спустя, там, уже 20, до 13-го года, это уже сколько лет, да, я проработал. проработал. У меня пенсия, я не буду говорить цифру, да, потому что вы скажете, или там слушатель скажет, о, он там, да, в государственном институте, или как, но с моей пенсии я заплатил, моя пенсия такая, что я заплатил последний сантим, последний еврик налоги, и все. А сейчас вот мое поколение, по моему возрасту, уже очень многие пошли по хвойной тропе. Ну, хвойная тропа, вы поняли, да, это кладбище, да, где хвойная тропа, уже прошли. Значит, мое поколение осталось чуть-чуть и быстро не будет вообще. А значит, те, которые сейчас 40-летние, еще моложе или, ну, 50-летние, которые 15 лет еще должны как минимум работать, они говорят, а я бедный. Почему ты бедный? Конвертики получаешь? Получаешь. В тот момент ты богатый, а после? Вот тут это, как сказать, если в Швеции в свое время, когда был там Карлес 12, да, и который, там еще, ну, ты не заплатил налоги, чукс, и отсекали некоторые, как сказать, доли твоего, твоего, тело, да, сегодня это очень, с такими, ну, ладно, предприниматели, там, мелкие предприниматели, что-нибудь, но на мелких предпринимателей под тем условием налоговой системы, ну, это естественно, при том еще, если они не могут, не может получать кредиты, на чисто, чтобы покрывать какие-то оборотные средства в данный момент, потому, они возвращают, если банки этому сопротивляются, они ищут гарантии, это нормально, предприниматель, банк, это ищет гарантии, так что, вот, вот, тут, у меня такие соображения, у меня такие соображения, и я очень радикален был, всегда, когда в 90-х годах начинали мы, я, Рай Токарни, известный экономист в Латвии, еще многие там были, Друй Сабелы, и все, у нас, у нас была ситуация, у нас говорят, о, вы просоветические экономисты, но, у этих просоветических экономистов была одна сильная сторона, которой нету ни нынешних экономистов, то есть, если мы сдавали экзамены в аспирантуре по политэкономии или по экономике, мы должны были знать экономику до нашей эры, не говоря, Шмидт, Рикардо и все остальные, разные там, Малтусовские теории, все это, мы должны были знать, чтобы мы могли опунировать, как советские люди, и мы знали, ну ладно, на экзаменах мы опунировали этими системами, а в жизни, когда в 90-м году мы сказали, будет так, вы просоветические эти самые, да, председатель общества банков так и называл нас, ну если вы помните, кто тогда был, покопайтесь в архиве и найдете, да, вот в чем дело, и мы говорили, вот так и будет. Ну в смысле, вот что людям будет тяжело жить, это будет очень 90-й год. Нет, людям будет, надо жить и думать самим. Каждому надо будет производить свою, как сказать, полезность для обеспечения своих потребностей, своих надобностей, да. А сегодня, если у нас есть поколение, вот это исходит из худых, я говорю, худых экономистов, дорогая цена, дешевая цена, извините, у цены нет цены. Цена это показатель, который выражает полезность или, как сказать, ну, ценность, ценность произведенного блага, произведенной полезности и ничего другое. Нет высокой, дорогие деньги, говорят, тоже, и это уже перехватили журналисты, фу, и журналистам за это, да. Дорогие деньги может быть только тогда, когда вы берете кредит. 5% или 20%, вот тогда дорогие деньги. И вот это применяет, вот эти неправильные, как сказать, термины, да. И если меня ведущие экономисты или там даже министры, как сказать, кабинета говорит таких, да, от товара и услуги, извините, это экономические полезности, которые делятся на продукты и услуги. И если как продукты или услуги производятся для прибыли, они становятся товаром. и как услуга есть товар, так и продукт является товаром. А мне говорят сейчас преподаватели, коллеги бывшие и настоящие товары и услуги. Извините, товар поставил уже на полке в магазине, это да, узком понятие товар. и вот если у министров, если консультантов новой поколения этих определений нет точно по категории, и вот тут и мы есть. Беда. Вот тут и мы есть. Совершенно элементарные вещи, которые надо было знать экономистам, журналистам особенно, которые распространяют вот это неправильные, как сказать, дефиниции, да, если посмотреть в газетах, послушать по радио, по телевизору, кошмар. Мне же она говорит, что ты рваешься, они никто не видит, я смотрю телевизор, меня присел. Вот поэтому зовем объяснять простые экономические термины для людей, журналистов в том числе. К сожалению, на сегодня нам пора заканчивать экономист, я не спользовала на студию, спасибо вам большое. Ну, всем хороших провести Рождество, чтобы был хороший Новый год, да, но это Кристо, Новый год, это такой очень, очень такой, ну, все равно, все равно, чтобы было всем хорошо, и главное не забыть о том, что каждый мы должны заботиться сами о себе, никто извне о нас не позаботится на таком уровне, как мы хотели. Вот это самое главное, и надо делать все, чтобы для меня, и тогда будет и для государства, и тех, которые были более бедные, или у тех, которые нет работы, и все прочее. Каждый должен думать сегодня и на будущем. всего хорошего.